Здравствуйте! Сегодня у нас занятие по высшей математике для экономистов. Мы продолжаем заниматься теорией вероятности и перешли к интересному такому вопросу. Все вопросы интересные, что ни возьми. Который называется «Бинамиальное распределение схемы Бернули». Ну, во-первых, я имею возможность назвать вам теперь официально, как называется схема, альтернативная в каком-то смысле схеме Лапласа. Схема Бернули она называется. Вот как она называется. Значит, в схеме Лапласа я вам напомню. Значит, вероятность определялась как, это еще называлось классическое определение вероятности, как отношение количества исходов равновероятных, благоприятствующих наступлению какого-то данного события, скажем так, и отношение этого количества исходов благоприятных к общему количеству равновероятных исходов опыта. Это была очень такая узкая, скажем так, по своему применению схема, потому что это азартные игры, это всякие комбинаторные задачи, типа задачки, там, помните, у нас был какой-то Вовочка, который окурки собирал, не дай бог мог собрать плохой окурок. Это вот такие, такого рода вещи. Вообще, очень популярна вероятность как-то вот оценивать, не объясняя многие вопросы. Схема Бернули – это события, исследуют, которые могут либо наступить, либо не наступить. Скажем, вот так вот, да, просто. Скажем, либо попал в Цельс трилог, вот прапорщик Иванов, помните, на прошлом занятии по фазанам палил, либо не попал. Либо выиграли, придя в казино, деньги, либо проиграли. Либо вышли замуж в этом году, либо не вышли замуж в этом году. Вот такие вот вопросы, да, такие вот результаты. Ну, по-простому, да. Так, это очень ходовая вещь, на самом деле. Либо произошло дорожно-транспортное происшествие с данным конкретным автомобильным, либо не произошло. Это важная вещь. Ну, так вот, вернемся к нашему прапорщику Иванову. Значит, он получил продвижение по службе. Генерал-майор обратил на него внимание и взял теперь к себе на кухню. Он теперь при кухне генеральской добывает для генерала фазанов. Каждый божий день прапорщик Иванов с самого утра получает пять патронов. И идет в лес добывать фазанов. Ему, естественно, дали винтовку с оптическим прицелом, который с вероятностью 0,7 позволяет ему попасть в цель. И он добывает фазанов. Пять пуль у него есть, пять патронов. Сколько он может фазанов добыть за это время? Ясное дело, что максимум не больше пяти. Если, конечно, не будет, как барон Мюнхгаузен, одной пулей убивать целый, так сказать, выводок фазанов. И не меньше нуля. То есть, либо 0, либо 1, либо 2, либо 3, либо 4, либо 5. Это мы опять встретились с вами. Который раз, во второй, по-моему, с дискретной случайной величиной. У нас было количество очков, выпадающих при бросании двух кубиков, да, при игре в кубики. А тут у нас речь идет о количестве наступлений какого-то события. Значит, что происходит? Происходит у нас пять раз испытание. Пять раз прапорщик Иванов испытывает судьбу фазанов. В них, значит, стреляет. Попадет, не попадет. То есть, с вероятностью П он попадает, с вероятностью К промахивается. Вот в этом и заключается идея схемы Бернули. Что есть две дополняющие друг другу вероятности. Ну, скажем, П и К в сумме дают единицу. П – благоприятный исход в каком-то смысле. Ну, то есть, наступление какого-то события. К – ненаступление этого события. В данном случае, значит, вот успех или не успех, так сказать, выстрела прапорщика Иванова. Может идти речь, если речь идет об экономистах, успех или не успех товара на рынке. Некая фирма выпускает на рынок несколько новых товаров. Ну, товары, в общем-то, примерно одинаковые, допустим, и с вероятностью известно, так сказать, с вероятностью П товар имеет успех, с вероятностью К он не успешен. И вот возникает такой вопрос очень интересный. Ну, например, хорошо, когда известно, сколько товаров, так сказать, выпущено на рынок, да, данной фирмы. Значит, можно посчитать тогда, надо бы посчитать вероятность того, что он, хоть один товар был успешен. Правда, вот если уж ни один товар не успешен, в фирме не на чем развернуться, да. Хорошо бы еще одну задачу решить. Вот, скажем, есть вероятность успеха товара на рынке, да, есть вероятность попадания в цель. Ну, для прапорщика Иванова там фазан не такая важная цель, а вот, например, для зенитчика самолет противника, который, может, несет даже атомную бомбу, это очень важная цель. Сколько зенитчик должен выпустить пуль или снарядов по самолету, чтобы в него наверняка, так сказать, попасть, да. Что значит наверняка? Вот тоже вопрос очень интересный. То есть, с достаточно большой вероятностью попасть, да. Вот этот вопрос тоже надо рассмотреть, какая такая вероятность должна быть, что достаточная она будет. Это тоже будет предмет сегодняшнего с вами развлечения. Вернемся, однако, к прапорщику Иванову. Значит, я уже проболтался, что он может убить от нуля до пяти фазанов. Правда? Вот посмотрим случай. Убили одного фазана. Как это могло произойти? Ведь это могло произойти не одним только способом, а их целых пять. Раз он по пяти фазанам стреляет, он мог убить любого из пяти. Правда? Вот, посмотрите повнимательнее. Вот она, суммарная вероятность того, что добыт пятью выстрелами один фазан. Сумма нескольких событий. Вот одно событие. Четыре раза промахнулись, на пятый раз попали. Вот такое событие. Или три раза промахнулись, один раз попали, потом еще раз промахнулись. Вот в кубе на П и умножить на К. Два раза промахнулись, попали, потом опять два раза промахнулись. Промахнулись, попали, три раза промахнулись. И последнее слагаемое. Попали, а потом удача нам изменила. Четыре раза промахнулись. Все события в этом плане одинаковы. Каждый из них происходит с одной и той же вероятностью. P умножить на Q в четвертой степени. То есть один раз попасть и четыре раза промахнуться. Но дело в том, что последовательность разная. Вот тут играет роль уже комбинаторика. Сколькими способами можно выбрать одного фазана, чтобы лишить его жизни? Из пяти. Это пяти способами. Это называется число сочетаний, если вы помните. Из пяти по одному. Помните, да? Так это называлось. Вот как оценивается эта вероятность. А как быть с вероятностью, например, других количеств добытых фазанов? Очень просто. Надо пользоваться комбинаторикой и здравым смыслом. Давайте с точки зрения комбинаторики посмотрим на вариант добычи одного фазана. Итак, значит, что же у нас было? Значит, число сочетаний из пяти по одному. С из пяти по одному. Есть еще такая вот у нас общая формула. Называется она биномиальный коэффициент. Число сочетаний из n по k. С внизу индекс n, внизу вверху индекс k. Это не cn в степени k. Это c из n по k. Число сочетаний, лучше так говорить, из n по k. И вот формула для вычисления. На тот случай, если вы забыли, или никогда и не знали, значит, n факториал делить на k факториал и на n минус k факториал. Вот этот восклицательный знак называется факториал. Придуман он Ньютоном. И смысл факториала заключается в произведении всех натуральных чисел от одного. Ну вот, если n факториал, то до n. k от 1 до k. Вот, скажем, 2 факториал, это 1 умножить на 2. 3 факториал, 1 умножить на 2, умножить на 3, то есть 6. И так далее. Напомню, что это очень быстро растущая функция факториал. Вот. Так. Еще есть одно напоминание, что число сочетаний из 0, то есть 0 факториал, это равняется 1. Так договорились. Так договорились считать, потому что в этом случае все комбинаторные формулы просто гораздо проще. Не нужно для них отдельное исключение доставлять, оговаривать. Вот, например, число сочетаний из 5 по 0. Ни разу не попали по фазанам. То есть 5 раз полили и 5 раз промахнулись. Такое может быть только одним способом. Правда? Это называется число сочетаний из 5 по 0. 5 фазанов всех отпустить живыми на волю можно только одним способом. Отпустить всех пятерых. Выбирать тут не из чего. Это равняется q в пятой степени. Вот такая вот вероятность наступления такого события. Не добыча ни одного фазана. У нас, по-моему, он стреляет, прапорщик Иванов из винтовки с оптическим прицелом. Вероятность промаха у него 0,3. То есть это 0,3 в степени 5. Вот такая вот не очень большая, прямо скажем, вероятность промаха. А число сочетаний из 5 по 0, я уже сказал, равно 1. Ну вот вероятность добыть 0 фазанов, 1 фазана, 2 фазана. Надо выбрать 2 фазанов из 5 и умножить на p квадрат q в кубе. Два раза попали, 3 раза промахнулись. Вот они. 4 раза попасть. Ну и желанная добыча 5 фазанов. Тоже не очень частое явление. 0,7 в пятой степени. Вот в этой табличке весь собран, так сказать, ряд распределения случайной величины. Количество фазанов, добытых пятью выстрелами. Случайная величина меняется от нуля до пяти. Конечно, конкретное значение вероятности зависит от величины p, ну и, соответственно, q. Напомню, что q – это единица минус p. И вот так они выглядят. Кстати говоря, очень интересно было бы это проверить по старинному нашему правилу, что сумма вероятности всех событий, которые составляют полную систему, то есть всех событий, которые могут произойти в результате нашего статистического опыта, а это как раз все события, от нуля до пяти фазанов добыть. Никаких других вариантов у нас быть не может. Мы с самого начала решили, что в нашей модели не будем рассматривать такие вот случаи, когда одной пулей двух или трех или четырех или десятих фазанов убивают. Мы от этого отказались. Такие события мы считаем пренебрежимо маловероятными. Интересно, чему равна эта сумма? Равна ли она единице? Видите ли, в чем дело? Не напрасно этот коэффициент c называется биномиальным. Помните, о чем шла речь у нас в свое время? Речь у нас шла о том, что это коэффициент в разложении бинома. То есть, вот, например, в данном случае это p плюс q бином, два имени. Видите, p имя и q имя. Возведение ее в пятую степень. Это вот с какими коэффициентами в этом биноме входит произведение p в степени k на q в степени 5 минус k. Кстати, я вам напомню, что нулевая степень соответствует чему? Любое число в нулевой степени равно единице. Кроме, кстати говоря, нуля в нулевой степени. Так вот, p плюс q – это два вероятности двух исходов, которые могут произойти в единичном испытании. Стреляют по фазану, либо убивают его, либо не убивают. В сумме единицы. Уж точно абсолютно, что либо убили, либо не убили. Не бывает ничего другого. Либо убили, либо не убили этого фазана. p плюс q равно единице. Соответственно, наша сумма единицы в пятой степени. Конечно, это единицы. Вот она, формулка. Количество исходов, наступивших в результате n испытаний. Количество благоприятных исходов этих испытаний. k. Вероятность того, что из n в n испытаниях k раз наступит желаемое событие. p – это вероятность наступления события. k – вероятность ненаступления события. И вот это вот c из n по k – число сочетаний из n испытаний по k испытаний. То есть, какие испытания, в которых исход наступает. Сколькими способами можно выбрать k испытаний из n, чтобы в них исход благоприятный наступил. k – помните, у нас еще… k – помните, у себя наступать. k – ты помнишь, а? k – вот. k – вспоминаете ли вы, чем мы характеризовали случайные величины? k – ведь по большому счету для kухонных работников им бы нужно знать, k – сколько fazanov хотя бы в среднем доставит к ним на kухню прапорщик Иванов в день. k – значит, для готовки. k – это, в общем, полезная информация, правда? k – им бы надо знать разброс этой случайной величины. k – помните, мы называли дисперсия? k – средний квадрат отклонения от среднего значения. k – и очень неудобно, что средний квадрат отклонения, да? k – он должен получиться у нас в квадратных фазанах от среднего значения. k – это не очень удобно. k – квадратные фазаны для понимания, так сказать, нормального человека. k – гораздо проще пользоваться обычными фазанами. k – для этого используется среднее квадратическое отклонение – корень квадратный из дисперсии. k – это не очень удобно. k – значит, мы напомним сами себе формулы, по которым можно посчитать математическое ожидание, то есть среднее значение. k – сумма по всем возможным значениям случайной величины. k – произведение. k – количество наступлений события, x, умножить на вероятность. И, соответственно, дисперсия. Вот это вот нижняя формула. Сумма х-х средняя в квадрате, это вот квадрат отклонения, на вероятность наступления такого отклонения. И вот мне это все суммировать для этих каких-то там пяти случаев, да, помните, там, какие-то С из НПК, с ума сойти. Я вспомню другой факт. Ведь можно эту охоту на фазанов рассматривать совсем по-другому. Представьте себе, у вас в течение дня прапорщик Иванов пять раз испытывает судьбу фазанов. Да? Пять раз. Он проводит пять испытаний. То есть это пять случайных величин. Первая случайная величина – количество фазанов, добытых первым выстрелом. Вторая случайная величина – количество фазанов, добытых вторым выстрелом. Третья случайная величина – количество фазанов, добытых третьим выстрелом. Ну, нам еще две случайных величины осталось. Количество фазанов добыто четвертым, и количество фазанов добытых пятым выстрелом, да? Эти все величины абсолютно одинаковые, да? В каждом выстреле с вероятностью P добывается один фазан, и с вероятностью Q добывается ноль фазанов. То есть, ни один фазан не добывается, правда? И мы помним такой факт с вами, ну, по крайней мере, я это помню. И вам могу подсказать. Факт такой, что при сложении случайных величин в результате получается тоже случайная величина. При этом ее среднее значение, то есть математическое ожидание, равно сумме математического ожидания случайных величин. А дисперсия – сумме дисперсии. Вот, извольте видеть, случайная величина – количество фазанов, добытых одним выстрелом. То есть, добытых в одном испытании. Это называется ряд распределения количества наступлений события в одном испытании. Так вот, сухо и казенно. Никаких вам фазанов, никаких птичьих трагедий. Все вот так, чтобы скрыть от постороннего взгляда чьего-то птичьегоря. Так, что же тут получается? У нас два исхода. Ноль и единица. Исход ноль наступает с вероятностью q, то есть единица минус p. Исход единичка наступает с вероятностью p. Посчитать математическое ожидание – это значит, что? Значит, ноль умножить на q плюс единицу умножить на p. Ба! Да это что же будет? p будет, да? Ноль умножить на q – это ноль, и плюс единица на p – это p. Да, это будет p. Значит, математическое ожидание, как надо полагать, будет равно p. То есть, в среднем одним выстрелом прапорщик Иванов добудет 0,7 фазана. Если вероятность его попадания в цель – 0,7. Вот как. Вот этот весь расчет у нас тут и есть. То есть, p. Для всех случаев в жизни. Ну, прапорщик Иванов – это хороший, конечно, человек. Он такой, мы следим за его судьбой уже, вторую передачу. Но цель-то наша не в этом. Цель вообще просто разобраться с вопросом бинамиального распределения, которое, кстати, еще называют распределение Бернули. Да, вот он, схема Бернули, тут же его распределение Бернули. Все при всем. Везен же людям. Так, вот какая ситуация. То есть, математическое ожидание получается просто-напросто равно вероятности наступления этого события. Математическое ожидание количества, да? Вот так. Вот как получается. Ну, давайте возьмемся, наверное, за вычисление дисперсии. Средний квадрат отклонения от среднего значения. Вот попытаемся посчитать. Вот они, вероятности. Значит, среднее значение у нас p, а вот оно отклонение. Значит, если ни одного фазана не добыли, это мы отклонились на p, да? Это, значит, получается p квадрат умножить на q. А q-то помните, чему равно? Единица минус p, да? Вот оно, скобки-то раскрыть. Получается, p квадрат минус p в кубе. Это я смотрю вторую строчку, правую клеточку. Вот кого я там сейчас смотрю, да? Вторая строка. Правая клетка нашей таблицы. Так, ну и следующая ячеечка получается у нас средний квадрат, значит, p минус 2p квадрат плюс p куб. Когда все сложить и преобразовать, вы не очень расстраивайтесь, если не понимаете. Есть люди, которые могут преобразовывать. Например, где-нибудь ученики средней школы. Вот, заведите детей, вырастите их, они вам помогут разобраться. Так, дисперсия, получается, равняется p умножить на q. Ну, вот это очень интересный результат. p умножить на q, то есть вероятность наступления события умножить на вероятность ненаступления события. Это дисперсия количества наступлений события в одном испытании. Очень полезная и важная вещь. Ну, а дальше нам легко перейти к произвольному количеству испытаний, n испытаний. Значит, если в одном испытании добывается в среднем p фазанов, ну, меньше единицы, естественно, а то в n испытаниях будет добыто n умножить на p фазанов, что будет, уже может стать и гораздо больше единицы, правда? В n испытаниях-то, да, события добывать. Дисперсия. И дисперсия будет себя соответствующим образом вести. Возрастать в n раз. Ну, вот интересно, как ведет себя... Как ведет себя... Среднее квадратическое отклонение. Это корень квадратный из n, p, q. Оно не так уж и быстро растет. Если мат ожидания вырастает в n раз, то среднее квадратическое отклонение вырастает в корень из n раз. Правда? Вот среднее квадратическое отклонение количества наступлений событий в одном испытании – это корень из дисперсии, корень из p, q. А тут умножается еще на корень из n. Вот как. Помните, у нас был такой случай, когда мы складывали случайные величины. Там, по-моему, муж с женой объединяли свои бюджеты, и у них суммарное, как бы сказать, среднее квадратическое отклонение вырастало не во столько раз, во сколько возрастал их доход. Отсюда мы сделали вывод, что выгодно объединять бизнесы. При объединении бизнесов разброс их, так сказать, результатов, он уменьшается относительно. То есть вот так вот в этом польза укропления бизнеса оказывается. Оказывается, польза вот роста корпораций, она вот нам подсказывается, подсказывается, значит, прямым путем математической статистикой. Кстати говоря, первым, наверное, детищем математической статистики был страховой бизнес. Как раз после того, как исследователи выяснили, что, оказывается, есть некие, значит, вероятности не очень большие и практически не меняющиеся год от года наступление страхового случая. Вот, то есть там пожары, гибели судна, там, гибели застрахованного. Вот, эти вероятности практически не меняются год от года. И вспомнили еще, помните, такой, про закон трех сигма, что очень редко отклоняется случайная величина от своего среднего значения больше, чем на три средних квадратических отклонения. Отсюда и появился страховой бизнес с тем, кто принимает страховые взносы, значит, выгодно это оказалось. Оставалась всегда экономия после удовлетворения всех претензий застрахованных. Так, вот так вот можно посчитать среднее квадратическое отклонение. Так вот, для приема решения о том, как нам поступить в реальной жизни, нам приходит на выручку закон, который мы называли правило трех сигм. Да, правило трех сигма, как я его как-то так по привычке называю. Вот, смотрите, о чем идет речь. Сколько раз в N испытаниях наступит какой-то вот результат. Ну, например, речь идет о добыче фазанов, да, или о попадании в самолет, или еще о чем-нибудь, или об успехе товара на рынке. Вот, если вы проводите N испытаний, то случайная величина не отклонится за пределы мат-ожидания минус три средних квадратических отклонения. То есть, в случае вот нашего такого биномиального распределения, она не будет меньше, чем, это вот вторая строка, P, N на P, минус три корня квадратных из N, P, Q. И не будет больше, чем мат-ожидания плюс три средних квадратических отклонения. N, P плюс три корня из N, P, Q. Вот, мне пришла в голову фантазия рассмотреть это все на примере чудной такой совершенно дивной игры, которая называется «Русская рулетка». Помните, о чем идет речь, да? Речь идет о том, как заряжают револьвер одним патроном, раскручивают барабан, и, вернее, вообще-то не раскручивают, а вращают барабан, и пытаются из него застрелиться. Если напротив ствола оказалась пустая ячейка барабана, то победили, вы себя не застрелили. Если попалась пуля, то жизнь ваша кончена. Вот. Кстати говоря, откуда пошло название «Русская рулетка», как вы думаете? Ведь это событие, это название связано не с особым характером русского, так сказать, народа, русского игрока, а с одним очень в прошлом известным обстоятельством. Помните такой револьвер «Наган»? Вот люди старого поколения часто очень револьверы вообще просто словом называли таким «Наган», да? Вот для них любой револьвер был «Наган». На самом деле бельгийский оружейник «Наган» создал в свое время свой револьвер, и он имел два отличия, которые встречались практически у широко распространенных револьверов только у него, у револьвера «Наган». Вы, наверное, представляете себе газовый револьвер, да, который можно купить в магазине. Значит, у него между барабаном и стволом есть небольшой зазор. Правда, через этот зазор всегда вылетает этот газ, которым пытаются из него стрелять, всегда руки этим газом перепачканы. Если, так сказать, пальнули, не надо глаза тереть пальцем, на нем обязательно остались частички вот этого газа. Вот. Это первый момент. Так вот, у «Нагана» этого нет. У «Нагана» момент выстрела, барабан наезжает на ствол. Это, как говорится, для обтюрации газов, чтобы газы не вылетали. Раз. Второе отличие, которое существенно с точки зрения игры в русскую рулетку. У «Нагана» крышечки на барабане. Если у вас в руках револьвер «Наган», если вы крышечку не поднимете, вы не знаете, в какой ячейке находится патрон. И вот только вот с такими-то револьверами и можно играть в русскую рулетку. Те револьверы, так сказать, американского типа, ну вообще любого другого типа, в них видно патроны, которые находятся в барабане. То есть там в русскую рулетку играть безнадежные занятия. И причем в русскую рулетку играть не так. Не так вот раскручивают. У него так барабан у «Нагана» не крутится. И вот так по жесткому сукну шинельного рукава вот так вот несколько раз прокрутят и так вот бах. Вот так в кино делали раньше. Вот такие вот дела. Ну так вот. И вот спрашивается, а стоит ли играть в такую опасную игру или не стоит? То есть что значит есть? У «Нагана» семь гнезд. В одном гнезде пуля. Значит, стоит ли рисковать? Сколь велик риск, да? Или по-другому говоря, вот есть какое-то вот такое вот мероприятие рискованное, да? Ну, грубо говоря, забраться в квартиру, добыть начальный капитал. И с вероятностью одна десятая, например, или одна седьмая попасться в руки милиции. Ну и, соответственно, капитал будет изъят, и жизнь будет испорчена, да? Не станете вы капиталистом. Стоит или не стоит так вот рисковать, спрашивается? Ну, каждый, конечно, решает для себя сам. А теория вероятности и математическая статистика ему только подспорье в этом деле. Вот как все это выглядит. Давайте посмотрим. Значит, у вас есть испытание, в котором, ну, с неким математическим ожиданием, некое математическое ожидание, количество наступлений событий. «Н» умножить на «П». Вы «Н» раз испытывали судьбу, да? «НП» – мат ожидания. Минус три сигма. Вот если эта величина, мат ожидания, минус три средних квадратического отклонения, будет больше или равна единице, то, ну, не исключено, что в этом испытании наступит, в этом вашем эксперименте это может наступить. Вот если оно меньше единицы, да? Ну, то уж, ладно, можно уж рискнуть. Вот оно. Вот если меньше единицы, вот эта величина, то можно не рисковать. Если точно, даже если с минусом больше единицы, то наверняка получится, да? Наверняка будет желаемый результат. Вот. Вот давайте посмотрим, что это будет с точки зрения игры в русскую рулетку. Вот оно. Наступление результата. Ну, правда, желаемым его не назовешь. Результаты такого, что против ствола в каморе барабана оказался патрон при случайном его вращении, этого барабана. Одна седьмая. С вероятностью шесть седьмых патрона нет. Ну, и вы решили попробовать судьбу один раз. Можно или нет. Узнает мама или не узнает. Если уж застрелится, мама точно узнает, да? Вот надо эту проверочку пройти, попытаться. Давайте пройдем. Значит, спрашивается, как соотносится мат ожидания плюс три средних квадратических отклонений с единицей. Если будет меньше единицы, можно рискнуть. Если будет больше или равно единиц, лучше не соваться. Считаем. Одна седьмая плюс три корня квадратных из шести сорок девятых, фактически, да? Семью семь – это сорок девять. Корень из сорока девяти семь. И вот получаем нижнюю строчку. Нам нужно сравнить одну седьмую плюс три корня из шести делить на семь с единицей. Сравниваем. Что же мы получаем? Вот он результат. Получилось 1,19. Да, это больше единицы. Если вы хотите жить спокойно, лучше не рисковать и не играть в русскую рулетку с наганом, в котором, значит, семь гнезд для патронов. А все-таки интересно, а когда можно рискнуть, да? Вот когда есть смысл рискнуть? Ну, ладно, с наганом – это глупость, конечно, так сказать, гусарство, как говорится. Можно не играть. А ведь есть какие-то, ну, такие вот случаи, когда можно раз на всю жизнь прогореть. Про то, как забраться в окно чужой квартиры я говорил, это тоже нехорошо делать. Ну, можно раз и навсегда прогореть, например, взявшись за какой-то рискованный заказ, да? Вот есть заказы, которые могут принести вам выгоду, а могут вас разорить, к примеру, да? Вы каким-то образом оценили вероятность разорения, да? Вот вероятность разорения оказалась П. И вы хотите принять решение, стоит вам браться за этот заказ или не стоит, а? Вот пускай вероятность разорения, по вашему делу, по вашему мнению, равняется 1-10. Правда? Вот 1-10. Можно попробовать? Давайте посмотрим, что это выйдет. Вот она, вероятность. Вероятность, значит, вот наступление этого неблагоприятного события. 1-10. Вот такая вот вероятность. Вероятность не наступления этого события, то есть вероятность не разорения. Единица минус 1-10, то есть 9 десятых. И вы решаетесь, ну, попробуй один раз. Ну, правда, может быть, один раз, если вы не разоритесь, заработаете большие деньги, ну, дальше уже ваш бизнес будет более стабильным. Мы из этого исходим. Значит, что же нам нужно считать? Мат ожидания, количество наступлений события в одном испытании, плюс три средних квадратических отклонения, количество наступлений события в одном испытании, нам это надо сравнить с единичкой. Если больше единички, наверное, не нужно рисковать, если меньше единички, можно и рискнуть. Значит, мат ожидания, количество наступлений события в одном испытании, единицу умножить на П, то есть П. Среднее квадратическое отклонение, корень квадратный из ПКУ. Значит, П плюс три корня из ПКУ. Так, пришло время подставить цифры. Значит, вместо П одну десятую, вместо КУ девять десятых. И что же у нас получается? Очень удачно подобранные числа, все корни нацело извлекаются, и получается одна десятая плюс девять десятых. То есть единица. Единица равна единице. То есть вот при вероятности одна десятая, это такая своего рода вот в этом отношении, в этом алгоритме приема решения о, значит, проведении или не проведении от рискованной операции, это некая критическая вероятность, да? Вот она как раз в аккурат три сигма равно единице, да? Мат ожидания плюс три сигма равно как раз единице. Ну, можно вот считать так вот, что вот, ну, как вам сказать-то, ну, не гарантированным от проигрыша получается, да? Может быть, лучше не рисковать. То есть если одна одиннадцатая, пожалуй, можно рискнуть. Одна девятая, если вероятность вот отрицательного исхода, ну, лучше не браться. Если мы хотим, в общем-то, остаться еще вот как-то пожить или поиграть на рынке, лучше не браться за эту вот рискованную операцию, да? Ну, кстати, рискованные операции бывают у финансовых, так сказать, деятелей, это регулярное занятие, и они ими занимаются неоднократно, да? И поэтому, когда они неоднократно занимаются, да, там у них дисперсия получается корень из N, P, Q, да? То есть три сигма будут больше, мат ожидания будут больше, и поэтому те операции, которые они называют рискованными, они на самом деле не такие уж и рискованные. Потому что иначе бы они давным-давно разорились бы. Вот как их жизнь устроена. Так, ну это мы все о плохом говорили, да? О риске наступления события. Давайте о хорошем поговорим. Вот бывают такие вот, ну, хорошие сейчас события будут, да? Такие вот события, ну, редкие, но хорошие, радостные для кого-то. Скажем, стреляет зенитная пушка по самолетам и попадает в них иногда, а большей частью промахивается. По-моему, перед входом, знаете, вот в Ленинграде, в Петербурге, простите, на Кронверке есть музей артиллерии, инженерных войск и войск связи, он как-то так называется. У него огромный двор, там стоят всякие огромные орудия, крепостные пушки, страшных размеров минометы, рядом со страшных размерами минометами лежат страшных размеров мины. Я почему об этом говорю с благоговением? Потому что артиллерия – это одна из первых областей человеческой деятельности, в которой была активно очень востребована теория вероятности. То есть, сколько нужно снарядов, чтобы надежно поразить цель. Так вот, перед самым входом в этот двор стоит относительно небольшая вещица, так, размером с небольшой грузовичок, зенитная пушка, малокалиберная автоматическая зенитная пушка. И вот эта пушка такая была необыкновенная, что она за войну Великой Отечественной произвела, по-моему, около 18 тысяч выстрелов. И за все эти 18 тысяч выстрелов у нее было штук 10 попаданий. Это считается очень много. Она заслужила эту пушку того, такая была удивительная, да, такая везучая. Из 18 тысяч выстрелов раз 10 она попала в цель. Вот ее, значит, поэтому выставили в музей. Вот какое вот маловероятное занятие – попадать в цель. Поэтому, значит, зенитный огонь должен быть очень плотным, поэтому зенитные орудия стреляют с очень большой скорострельностью, им мало 600 выстрелов в минуту, им давай 6000 выстрелов в минуту. То есть вот эта вся теория вероятности приводит к тому, что соответствующие технические требования на разрабатываемую технику, на разрабатываемую артиллерию, они вот заставляют повышать ее скорострельность, но очень фактически безмерно, да, увеличивать, да, очень больших величин скорострельности. И вот давайте посчитаем вероятность наступления какого-то очень редкого события. Вот пусть событие такое, ну как с той пушкой, один раз из тысячи происходит попадание, вероятность одна тысячная, да. И вот нужно посчитать, сколько раз нужно испытывать судьбу, чтобы, значит, получить требуемую вероятность. Кстати говоря, не только в артиллерии это применяется. Есть такой вид, так сказать, человеческой деятельности – волшебный, так сказать, мир кино, да. Вот в кино есть такое занятие, так сказать, кастинг, подбирают актеров. И вот на детские фильмы, в советское время у нас очень много делалось детских фильмов, нужно было подбирать детей для исполнения каких-то ролей, да, в детских фильмах. Одесский фильм, там бывало много очень детей, ну, целый класс там разыгрывает между собой какие-нибудь отношения. Как вот в фильме «Чучело», помните такой был? Чудный фильм. Вот. И это не профессиональные актеры, это вот там какой-то каталог на студии, надо из него выбрать подходящий типаж с подходящим опытом. Нет, это, значит, просто по школам, и случайным образом выбирают детей, да. Ну, то есть дети должны удовлетворять каким-то определенным требованиям. И вот оказывается, я сейчас вот могу вам соврать, но то ли перебрав пять тысяч, значит, детей, уже, значит, считается, статистика говорит, что все возможные типажи вы уже видели. То есть если режиссер перебрал десять тысяч и не нашел того маленького актера, того ребенка, который будет играть ему роль, значит, ну, просто режиссер сам не знает, чего хочет. Или он хочет того, чего в природе нет. Не существует просто такого типажа вообще. Таких детей не бывает. Вот ему нужно что-то другое. Не ребенка там, а я не знаю чего. Вот. Вот такая штука. Вот это вот такой вот факт. То есть если вы ищете себе по переписке, там, я не знаю, жениха или невесту, значит, вам присылают все, значит, фотографии свои, хотят за вас выйти замуж или жениться на вас, и вы перебрали десять тысяч, значит, вы слишком разборчивая невеста. Просто вы уже всех видели. Значит, слишком много. Вот давайте посмотрим, сколько раз нужно такое испытание провести. То ли это стрельба по самолетам, то ли это выборы невесты. Ну вот пускай в среднем такой замечательный жених или замечательная невеста, эдакий рыцарь на белом коне, или принцесса в белом платье с золотой короной, встречается один раз на тысячу. То есть вероятность найти такую принцессу – одна тысячная. Вот. Соответственно, вероятность в этом испытании не встретить ее – девятьсот девяносто девяносто девять тысячных. От единицы мы отняли П. То есть от единицы отняли одну тысячную. Вот такова вероятность. И спрашивается, сколько раз нужно это испытание провести, чтобы наверняка, наверняка найти ее любимую, дорогую принцессу? То есть какой объем этих исследований нужно провести? Ну, тут нас на любовь потянуло всяких женихов искать. А вот, скажем, если вы ищете в море раковину с жемчугом, значит, сколько нужно раковин поднять, чтобы наверняка найти более-менее ценную жемчужину? То есть вы можете планировать работу артели, так сказать, ныряльщиков. Сколько нужно поднять жемчужин со дна Индийского океана, чтобы найти там более-менее ценную вещь. Сколько нужно перекопать породы в, значит, алмазной трубке, чтобы найти один стоящий алмаз, значит, соответствующего размера. Такая вероятность есть, да, скажем так, вот такая вероятность. В одном кубическом метре породы с вероятностью там, допустим, одна тысячная находится, значит, алмаз требуемого, значит, веса, сколько там, так сказать, карат, который вас интересует. То есть вот вы решаете, какая должна быть минимальная программа ваших вот этих вот работ, так сказать, горных работ, чтобы найти то, что вы хотите. Или вы ищете на дне моря затонувшие корабли с сокровищами. То же самое. Ну, это все какая-то романтика. Преступников ищите, вражеских агентов, внедренных в нашу страну. Ведь любой может оказаться им, да? То есть сколько людей надо проверить, их анкетные данные внимательно, личные дела прочитать, внимательно прочитать. Так, может, что-нибудь еще, вот, чтобы наверняка поймать этого агента, хотя бы одного агента, да? Сколько нужно пройти этой работы. Ну, вот, примемся за эти расчеты. Вот она, вероятность того, что наугад взятый из толпы жених является принцем одна тысячная. И вероятность того, что он принцем не является, а так, какой-нибудь граф или веконт девятьсот девяносто девять тысячных. Примемся за расчет. Значит, нам нужно выяснить такое количество испытаний, такое количество людей, которые мы проверим, n, при котором мат ожидания минус три средних квадратических отклонения наверняка будут больше единицы. То есть np минус три корня квадратных из npq должно быть больше или равно единице. Возьмемся за расчеты. Нам здесь поможет наше школьное знание математики, между прочим. Значит, вот, мы вместо p подставили, ну, то, что было нужно, да, одну тысячную, а вместо q девятьсот девяносто девять тысячных. Вот он наш расчет, там, значит, корень квадратный из тысячи умножить на тысячу, да, то есть из миллиона это будет тысяча. Вот он тут общий знаменатель оказался. Ну, продолжаем наш скромный эксперимент и находим следующую вещь. Оказывается, мы получили уравнение, очень сильно напоминающий нам квадратное. Корень квадратный из n, ну, его есть смысл обозначить х, правда? А n это корень квадратный из n, но в квадрате. Что такое корень квадратный? Это такое число, которое, будучи возвежденным в квадрат, даст подкоренное выражение, как говорят. Например, корень из четырех равен двум. Почему? Потому что два в квадрате четыре. А корень квадратный из девяти равен трём. Почему? Потому что три в квадрате – это девять, правда? Вот оно, получилось квадратное уравнение. Стоит нам только корень из n обозначить через х, и мы даже очень более-менее заметное получим. Только это не уравнение, конечно, а неравенство квадратное, да? Вот оно, квадратное неравенство. Напомню, как его решать. Квадратный трехчлен. Ах квадрат плюс bх плюс c больше или равно нулю. Надо определить, где этот квадратный трехчлен. График его, где он пересекается с осью х. Вот выражение для нахождения корней. Минус b плюс минус корень квадратный, с b квадратным минус 4ac. А внизу стоит не дважды один, а два умножить на а. Это у нас а-печатка. Не берите в голову. Вот тот случай, когда корни есть. Когда дискриминант больше нуля. Два корня. х1 и х2. Вот когда мы ищем с вами ситуацию, когда трехчлен больше или равен нулю. Значит, х, который находится правее х2, удовлетворяет такому условию. Давайте посмотрим, что это будет такое. Вот наше уравнение еще раз. Неравенство еще раз мы написали. Вот тихо-мирно переписали его в таком более-менее привычном для нас виде. Значит, а у нас равняется единице. b равняется 9 корней квадратных из 111. И c равняется минус 1000. Ну, после нетрудных вычислений находим. Один корень минус 9,6. Но это не наш корень. Таких не бывает корней. Корень должен быть больше нуля. Значит, корень из n должен быть больше 104, а n больше 10900. Что получается? Получается, что если у вас с вероятностью 1000 вы находите алмаз в породе, или находите с этой вероятностью жениха, то вам надо перебрать 10900 кубометров породы, проверить 10900 женихов, и тогда вы выберете нового. Значит, я советую всем слушательницам приступить немедленно к поискам такого принца. А всем слушателям, соответственно, принцессы, такой необыкновенной, послушной и смирной, расстаюсь с вами до следующего раза, тоже пойду поищу удачи. Всего вам доброго. Пожелаем друг другу удачи. До свидания.